Ну что ж, друзья, вот и пришла новость, которую мы все со страхом ожидали, надеясь, что никогда этих новостей не будет. И все при этом понимали, что рано или поздно это все равно случится. Как говорится, «Привет, Чернобыль» или «Чернобыль 2.0» началось. Пока еще в российских средствах массовой информации и, естественно, по официальному телевидению не говорится ничего конкретного или, вернее, вообще ничего не говорится. А мы давайте посмотрим, что же происходит вокруг взрыва в Северодвинске. Если вы вдруг не в курсе, то произошло следующее. 9 августа, то есть сегодня, в Москву доставили шестерых пострадавших в результате взрыва на военно-морском полигоне в Архангельской области. Там же, на этом полигоне, было сказано, что погибло еще два человека. На всех пострадавших было зафиксировано радиационное облучение. Также о повышении радиационного фона после взрыва начали говорить сразу же местные власти. Ну а затем было сказано, что радиационный всплеск был краткосрочным. Вот эта история про краткосрочный всплеск, извините, после сериала «Чернобыль», который мы все недавно наблюдали, больше не срабатывает. Потому что всем, всему миру, американские, финские, немецкие, французские и прочие специалисты, работающие над этим фильмом, объяснили, что если происходит радиационный выброс, то он, извините, не исчезает в течение 25 лет. А если говорить совсем об его исчезновении, так потребуется тысяча лет для полного исчезновения этих радиационных частиц. Так что о временном всплеске это они пусть для идиотов рассказывают. Давайте сейчас сначала послушаем, что говорили официальные СМИ по поводу взрыва в Северодвинске. В Северодвинске области на военном полигоне в 40 километрах от Северодвинска прогремел взрыв. Как сообщили в Министерстве обороны, это произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Начался пожар. Травму получили 6 человек. Это военные и специалисты предприятия-разработчиков. Всех пострадавших оперативно доставили в медучреждение. Два человека от полученных ранений скончались. В военном ведомстве подчеркивают, никаких выбросов в атмосферу не было. Радиационный фон в норме. Эвакуация ближайших населенных пунктов не потребовалась. В Роспотребнадзоре отмечают, что на территории Северодвинска сейчас работают 6 мониторинговых станций. Они проводят исследования каждый час. Превышение допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. На полигон направлены эксперты НИИ радиационной гигиены из Петербурга. Как вы видите, все хорошо в нашем королевстве. Беспокоиться не о чем. Ну а сегодня сообщения уже несколько изменились. Причем, когда в российских новостях вот таким тоном начинают намекать, что радиационный выброс все-таки был краткосрочный, то на самом деле это обозначает рвите оттуда в любые стороны или спасайся, если сможешь. Вот, по крайней мере, я так воспринимаю эти новости. Северодвинска разослали сообщение с рекомендациями не покидать помещение из-за катковременного повышения радиационного фона. Это случилось после взрыва на военном полигоне в районе Нионокса. Все произошло во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. Тогда два человека погибли, шестеро получили травмы. Губернатор Архангельской области заявил, что эвакуации гражданского населения не потребуется. Добавлю, что в воинской части, где произошел взрыв и пожар, располагается государственный центр «Центральный морской испытательный полигон» военно-морского флота России. Ведомости уточняют, что речь шла об испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Минобороны подтвердили гибель двух человек и то, что шесть человек получили ранения. Всего пострадавших может быть более десяти человек, они не уверены. В военном ведомстве данные еще не подтверждены. База ранее сообщала о 20 пострадавших. То есть, даже по официальной версии понятно, что взрыв был связан с жидкостным радиоактивным двигателем. Как вы видите, простые взрывы так не выглядят. Ну и вы сразу же понимаете, о чем мы все предполагаем. Этот взрыв совсем не очень сильно отличается от того, что был на Чернобыле. До конца не понятно, сколько пострадавших. Как вы знаете, по официальным данным, даже после Чернобыльской аварии, всего в Википедии стоит 35 пострадавших. И это после многотысячных жертв, которые так или иначе погибли от лучевой болезни. Но официально всего 35 человек. Так что, даже если здесь Минобороны скажут 20 человек, то они, наверное, тоже не соврут по своей российской привычке. Несмотря на то, что они заверяют, дескать, ничего страшного, в больницах Северодвинска всем больным, и вот уже эти фотографии вышли в сеть, стали раздавать молоко с добавлением йода. Для взрослых полстакана молока и 44 капли йода. Для детей 22 капли. Ну это они просто так, страхуются, понятно же дело, нет никакой радиации. В аптеках Северодвинска и Архангельской области резко скупили весь йод. Ну и также повышение радиоактивного фона, как это ни странно, было зафиксировано на финской территории, а это уж, извините, совсем не близко. Гринпис, получив сообщение от финской стороны, обратились к Роспотребнадзору с настоятельной просьбой сообщить точно, в чем дело из-за повышения в Финляндии радиоактивного фона. МЧС по Архангельской области отметили, что в 30 километрах от села Ненокс был зафиксирован скачок радиоактивного фона, превышающий нормальный уровень в 20 раз. Гринпис потребовали в частности установить причины произошедшего и исследовать его последствия для населения и окружающей среды. Руководитель проекта энергетического отдела российского отделения Гринпис Рашид Алимов объяснил, что необходимо понимать, какие аэрозоли, газы были выброшены в атмосферу. Ну а солдаты, которые направились сейчас в эту военную часть, выглядят сейчас вот так. Ну, понятное дело, просто у них такая летняя форма одежды, нужно понимать. Рашид Алимов также обратился в норвежский директора традиционной защиты со словами, что я думаю, что выброс был гораздо больше, он был значительным и должен быть зафиксирован. Мы подозреваем, что местное население недостаточно информирует. Ну а теперь интересное сообщение сегодняшнего дня. Официально в России заявляют, никаких выбросов и вредных веществ в атмосферу после чрезвычайного происшествия в Северодвинске не было. Радиационный фон в норме, как говорится в сегодняшнем заявлении Минобороны России. А вот начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что по улице Карла Маркса, 48, и по улице Плюсина семь датчиков автоматизированной системы, независимо друг от друга, радиационного контроля зафиксировали повышение радиационного фона с 11.50 до 12.30, затем якобы началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14 часов показания датчиков не превышают 0.11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0.6, то есть в 11 зафиксирован всплеск, а в 14 0.11 в два раза превышающий норму. Радиационный фон в Северодвинске считается некритическим, но ненормальным. Сейчас это заявление удалено с сайта администрации, оно сохранилось только в веб-архивах. А вот сейчас, к вечеру 9 августа, было зафиксировано повышение радиационного фона в селах Умба, Кашкаранцы, Пялицы, расположенные на берегу Белого моря. Администрация морских портов Западной Арктики на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв на месяц. Об этом размещено предупреждение на официальном интернет-ресурсе администрации с 8 августа. Но давайте посмотрим, где находятся эти села Умбра, Кашкаранцы, Пялица. Вот он, Теркский район. Вот они, Умба, Кашкаранцы, где-то здесь, наверное, а вот Пялица, то есть полностью на вот этой стороне побережья Белого моря. Повышение радиоактивного фона с финской стороны зафиксировано вот здесь. Ну а где у нас Северодвинск? А Северодвинск, ребята, у нас аж вот здесь находится. Вот представьте себе, вот здесь произошел взрыв, вот здесь сегодня зафиксировано повышение радиоактивного фона, и вот здесь тоже. То есть они могут только лапшу кому угодно вешать, что даже через море на этой стороне зафиксировано повышение в два раза. И отсюда, с финской стороны, пришло тут же заявление 8 августа о повышении радиационного фона. Поэтому, друзья, что бы они там ни говорили, лично я не верю ни одному их слову. Если через море вот сюда дошло, то значит минимум вот в этом куске точно что-то происходит. Но до конца, я так понимаю, мы либо не узнаем, либо начнем, как из Чернобыльской АЭС, получать информацию постепенно. Или вообще, когда-нибудь через 25-30 лет. Но мало ли людей умирает от различных раковых заболеваний. Не правда ли? Вот поэтому я всегда говорю, что эмиграция из России, господа, это не просто желание поменять место с плохой зарплатой на хорошую зарплату. Это называется эвакуация из страны, где в любой момент, в любой точке этой чертовой страны может что-нибудь такое произойти, что рядом живущие люди проснулись, а их, бац, за время ночи уже облучили. Без всякого ведома и без предупреждения. А в конце вот это печальное сообщение. Это далеко не последняя авария, которая случится на территории России. И все предупреждали и говорили, что рано или не поздно там начнутся десятки маленьких Чернобылей. Потому что эта страна напичкана ядерным оружием, они от своего величия их распирают, они не знают, куда бы его засунуть. И еще до конца неизвестно, что там с лошариком случилось, было ли у них атомное оружие на борту, опять же неизвестно. Но явно что-то недавно произошло, и вот очередная катастрофа, подробности которой мы, скорее всего, точно не узнаем. Продолжение следует...